Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И сегодня поговорим про 5 самых лучших способов заработка в интернете. И кто досмотрит это видео до конца, я выскажу свое мнение. То есть, какой самый-самый лучший способ заработать. Так, начнем. Какие есть у нас способы, так называемые 5 способов хорошо заработать? Я просто забил такой запрос в YouTube, либо Google не имеет никакого значения. И просматривая все это видео, есть, по мнению блогеров, 5 способов. Долгосрок, средний срок, короткосрочный проект, хайпы и пирамиды. Давайте теперь разберемся. Например, долгосрок. Какой же это способ заработать? Сам слово «долгосрок» означает такого, что проект работает долго. То есть, он дает нам возможность заработать долгое время. Блогеры называют долгосроком, как правило, проекты, что работают до года. Друзья, я вам сразу скажу, это не является инвестицией. Потому что, как вам сказать, если речь идет про долгосрок, и так или иначе, эта история закончится, он не является инвестицией, а самым обычным хайп-проектом. Так, что значит средний срок? Про слова блогеров, средний срок это такой способ заработки или инвестиций, где работают проектом, скажем, до трех месяцев. Мое мнение, это в никаком случае не является инвестицией, а просто от вас забирают деньги. Там заработают либо только рефоводы, либо сами администраторы проекта. Короткосрок. Ну, там, по-моему, прямо вот все сказано. Ну, то есть, не заработает абсолютно никто. Есть проекты, ну, проекты мне неправильно сказать. Есть платформы, что называется хайпы. На самом деле, что значит слово хайп? Хайп значит слово популярность, и там, на мой взгляд, тоже невозможно заработать, потому что там делается проект, они могут жить даже один день и не больше. И все. То есть, заработать там нереально. И, конечно же, пирамиды. Что значит пирамида? Что тот человек, кто начинает продвигать какую-то платформу, он обязательно заработает за счет того, что 99% теряет деньги. Давайте посмотрим теперь, что нам предлагают. Во-первых, меня вот поражает название. Например, как заработать школьник в интернете. Актуальные способы заработка. По моему мнению, это лично мое мнение, школьник, в первую очередь, должен ходить в школу и учиться. А не пытаться в интернете что-то заработать. Если он не является каким-то, не знаю, сверху таким талантливым ребенком. Ну, и такие вот заманухи, как заработать школьнику, это самая актуальная замануха. Секреты миллиардера. Ну, да, ладно, ладно, прокомментирую. Миллиардер на ютубе, ну, скажем так, что явление очень и очень редкое. Так что, на самом деле, мое мнение такое. Чтобы заработать в интернете, то есть с помощью интернета или пользоваться интернет как возможность подключиться к какому-то заработку, есть один и единственный способ. Надо найти какого-то легального и официального компании. То есть, компания, где есть лицензия, разрешение на работу, ну, деятельность ихнего. И чтобы была бы история, была бы история самого компании. Так что, друзья, не ведитесь на способы, где там вам прямо гарантируют, что вы заработаете. Во-первых, слово «я гарантирую» уже изначально неправильно. Никто вам не может гарантировать никакого заработка. Единственный заработок – это официально. Найдите официальную компанию и начните туда инвестировать. Потихоньку, помаленьку, но официально. Пускай это не будет заработок за 5 минут, но это будет максимально надежно, поскольку это возможно в интернете. Так что, друзья, нету пяти способов хороших заработка, то, что вам предлагают в ютубе. То есть, средние сроки, короткосроки – это слова вас должны сразу же отталкивать. Потому что там есть срок, срок действия. Успеете ли заработать, не успеете. Заработком это нельзя называть. Так что, друзья, мое мнение, то, что лучше медленно, но конкретно какой-то официальной компанией. И все. С вами был, как всегда, я, Ролл Морозов. Если это видео было вам интересно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Делимся этим видео своими друзьями. И, друзья, зарабатываем честно. И, главное, быстро. Вот без таких заманухов. Просто честно. Друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...